Добрый вечер. В студии Екатерина Абрамова. Вместе подведем сегодня итоги уходящей недели. Добрый вечер. Москва. Манежная площадь. Сюда в четверг пришли тысячи людей с алыми гвоздиками в руках, чтобы почтить память жертв теракта и выразить свою солидарность с жителями северной столицы. Акцию смело можно назвать народной. Началась она в интернете. Пользователи соцсетей начали размещать картинки с подписями «Молимся за Санкт-Петербург», «Питер, держись» и «Питер, мы с тобой». Соболезнования выражали не только виртуально. Те же москвичи понесли цветы и свечи в Александровский сад. Памятному знаку «Ленинград – город-герой». Ну а когда власти согласовали проведение траурного митинга, к Кремлю, по данным ГУВД, пришло 50 тысяч человек. У меня была похожая ситуация. Тогда на Павелецке, по-моему, был взрыв. И я на следующем должна была в составе ехать. И вот мы тогда полтора часа сидели в вагоне. Когда уже вышли, только тогда до нас зашло, что это такое. Когда это случилось в Питере, я, честно говоря, даже расплакалась, потому что у меня там друзья. «Морально мы с ними, душой. Я думаю, что дает им силы жить дальше, людям, которые своих близких потеряли». Идею поддержали по всей России. На улицу вышли жители самого Питера, Самары, Элисты, Казани, Красноярска, Владивостока. Помогает не только словом, но и делом. В Махачкале четыре сотни сотрудников и студентов исламских вузов решили сдать для пострадавших свою кровь. У нас республика, которая сама сталкивается с такими ситуациями, довольно-таки часто, наверное, лучше всего и понимает жителей Петербурга. И потому откликнулись очень многие. Близка эта проблема и гражданам Израиля. Муж Адаса Мизрахи, офицер полиции, был ранен в 2002-м во время подрыва автобуса. А три года назад семья вновь оказалась на линии огня. Еще одно нападение на автобус. Только на этот раз террористы использовали автоматы. Моего мужа убили у меня на глазах, а я была сильно ранена. Две пули попало в спину. Мой сын тоже был ранен. Я помню тогда, как мне бросились прохожие и пытались помочь до прихода военных и скорой помощи. Когда приходит теракт, люди перестают бояться. Они делают все, чтобы другие могли жить. Борьба с терроризмом в Израиле идет с переменным успехом. В прошлом году две атаки и пять погибших. А в позапрошлом более сотни нападений по всей стране. Правда, большинство из них совершили одиночки, которым немедленно дали отпор. А вот многие крупные теракты удалось предотвратить. В том числе и благодаря помощи граждан. Наша система обучила израильтян быстро реагировать на ситуацию вокруг них. И если они видят малейший признак того, что готовится теракт, они сразу же уведомят полицейских. Они не отражают атаку, а заставляют систему бороться с терроризмом. Иногда похожим образом ведут себя и россияне. Бабушка услышала разговор, услышала слово взрыв, детонация, что-то такое. Ее это насторожило. Бдительная бабушка просто довела информацию до нужных людей, до нужных органов. Действительно оказалась террористическая группа небольшая, которая готовила подрыв. Но пока это лишь единичные случаи. В больших городах легко оставаться анонимным. Собирать первичную информацию могли бы участковые и полномоченные. Но сегодня они половину своего времени проводят в кабинетах. Пишут отчеты. Хотелось бы работать больше на земле с людьми в жилом секторе. В жилом секторе и правда есть чем заняться. Вот участковый Игорь Митин уже месяц не может узнать, кто живет в этой квартире. Ну, звонок не работает. Вы видите, оторвано. Вот, соответственно, мы сейчас постучим. Не могут прояснить ситуацию и соседи. Сколько человек живет... Ну, много, мало там. Ну, я вижу, иногда проходят, но часто бывает у нас не длится. А ведь в советское время соседи не просто знали. Общались, дружили квартирами и домами. Правда, воспоминания о том периоде у россиян противоречивые. Я отчетливо помню, как мои родители и родители моих сверстников играли в волейбол прямо на площадке. Здесь в шахматы люди постарше. Здесь в картишке. Дальше кто-то выпивает прямо тут. То есть такая беззаботная, счастливая, застойная жизнь. Однако преимущество соседской кооперации налицо. Вот жители этой столичной многоэтажки начали устраивать совместные чаепития. Приглашают всех желающих. Доверять друг другу стали больше, а нервничать меньше. Вот у меня сосед хороший, Средней Азии. Все замечательно. Он на самом деле отличный парикмахер. К нему ходит пол района стоящий. И вот если я бы этого не знал, мы бы не познакомились, то у меня могли быть подозрения. А так я прекрасно знаю, что если он несет большую сумку, то это, скорее всего, инструмент, а не бомба. Жильцы говорят, что восстанавливать добрые традиции легко. Достаточно о них лишь напомнить. Роман Никифоров, Мария Солопова, Сергей Евсеев и Константин Жуховицкий. Программа «Вместе». Когда приходит теракт, люди действительно перестают бояться. Пример настоящего единения всей стране показал, конечно же, Санкт-Петербург. Сразу после взрыва, не дожидаясь никаких спасателей, люди бросились помогать друг другу. Без пафоса и без паники. Все, кто в момент взрыва оказался рядом, сотрудники метро, пассажиры других вагонов. Но первыми это сделали те, кто оказался в том самом злополучном вагоне, где и произошел подрыв. Самое главное было как можно быстрее поднять пострадавших наверх. Там уже ждали медики. И еще, если бы не действия машиниста Александра Каверина, последствия теракта могли бы быть куда серьезнее. Он принял единственно верное решение. Я связался с диспетчером, сообщил о ситуации. В этот момент стали поступать сообщения непонятные по связи пассажир-машинист, потому что одновременно говорили все во всех вагонах. Принял решение о выводе состава на станцию. Тем самым Каверин спас многим жизнь. Если бы он остановился сразу после взрыва между переходами, то добраться до раненых было бы очень трудно. В среду за спасение пассажиров машинист получил в Москве государственную награду. Знак «Почетный работник транспорта России». А еще деньги, от которых, кстати, Каверин решил отказаться. Он отдал их одной из пострадавших. Ну вот такой вот прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, редакторы и операторы. Мы вернемся к вам в следующее воскресенье. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Вместе интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...